привет други и подруги продолжаем страшилки по поводу европейской паники с эмигрантами сейчас мне сбросили ссылочку вот смотрите от 7 сентября 19.00 да сейчас 21 дата публикации то есть совсем свежая о том что европейский союз заставляет польшу принять 12 тысяч иммигрантов но это в основном африканцы и там сирия восток да хотя польша приняла у правительства я вам сразу перевожу приняло решение принять 2000 нелегальных иммигрантов об этом идут сейчас разговоры то есть не все так просто приняли не приняли идет обсуждение польша все-таки европейская страна но и как бы наклоняют на этом но брюссель хочет чтобы комиссия европейская планирует поднять квоту иммигрантов до 12 тысяч беженцев если варшава будет сопротивляться такому ходу событий то ее будут наказывать финансово для того чтобы эти деньги которые финансы пойдут они будут на значит уходить на поддержку вот этих нелегальных иммигрантов короче кто-то очень грамотно затеял дурку за фаршированием европы за ее позицию вот эмигрантами из африки и ближнего востока почему это происходит я думаю что понятно короче много на это разговоров идет значит что интересно в этой статье пишется что европейский союз не может заставить великую британию ирландию и данию то есть они освобождены от какого-то количества приема и эмигрантов с африки и ближнего востока но как я уже говорил камерон решает что они какое-то количество иммигрантов примут на это выделено 900 тысяч мне англичане поправили что это не премьер-министр великой британии будет вносить на рассмотрение парламента уже если парламент примет да их вроде планируют перевозить по воздуху чтобы они там не гибли там в средиземном море вот в мыс новых пропозиций чехи застанут взмушенные то есть чехия будет обовязаны обовязана чехию заставят принять четыре с половиной тысячи нелегальных иммигрантов в словакию две две тысячи венгры уже короче между венгрией польшей вроде бы сняты поезда но все эти такие маленькие цифры вчера радио сообщила раненько утром что в европейский союз заезжает ежедневно около десяти тысяч эмигрантов африка и ближний восток как они это считают я не знаю идем на поисковик гугла да тут вообще шок если по-польски вы набираете тысячи иммигрантов да кто-то пишет одиннадцати с половиной а вот интересненькая статья ведомости польши в которой вот смотрите с и точка польша да что папа римский говорит что ну тут знак вопрос состоит 40 тысяч иммигрантов приедет до польши знак вопроса но папа обратился франциск обратился с просьбой к польским парафиям что если каждая парафия примет хотя бы вот видите одну семью то значит что в польше в которой есть больше там десяти тысяч парафии могла могло бы найти притулок или вообще могли бы быть всунутые около сорока тысяч эмигрантов то есть для польши польша немножко так настроена не очень к жителям африки короче в европе целая ну в общем то тоска не будем сейчас смотреть здесь а вот сейчас я вам включу маленький фильм короче вице-шеф он говорит о двух тысячах иммигрантов дурацкая реклама которую я не хочу смотреть но никуда не денешься придется посмотреть рекламу 30 секунд она идет тоскливым значит рекламу каждый смотрит и от каждого тошнит но интересно я хотел бы чтобы вы послушали буквально несколько минут решения представителя польского правительства о том что они будут ли они принимать или нет то есть две тысячи они примут по-любому как они потом помогут венграм а венгрии вообще нафаршивали иммигрантов немеренно вот вот такая интересненький фильм а теперь мое наблюдение если в польшу закачают 40 тысяч эмигрантов и если правда что в украину закачают 100 тысяч африканцев можете себе представить что во что превратиться в европа в такой европейско-африканский союз это сайты на сайты на этом самом на польских порталах тут уже кто-то пишет что как бы рефьюж велком приглашают беженцев да но это какие-то больные люди приглашают хотя с другой стороны я считаю что вот от седьмого от седьмого вообще шал по всяким газетам я не хочу на немецкие даже заходить вот драматическая ситуация на в ситуации которая на венгерском там железнодорожном телете короче прави австрии согласились на уменьшение всяких бюрократичных процедур и много есть на этом сказано о на bbc да мы сейчас не будем не будем сейчас эту тему обсуждать значит мне что то так кажется что когда европа превратится в европейско африканский союз африка тогда оскуднеет потому что вся эта туча вдруг откуда ни возьмись просто тупо ломанулась на европу интересно как европа переварит но я думаю что европа переварит все это количество даже если в европу по моим наблюдениям даже если заедет и 50 миллионов эмигрантов поэтому вот комиссия европейская немцы обязаны принять 30 тысяч эмигрантов польша 8 тысяч то есть всякая фигня вот смотрите вот так эмигранты едут на грузовиках где они едут хрен его знает кто их заводит как они завозят ну брюссель начинает короче там хороводит свои тупорылые игры вот но я больше чем уверен что из европы люди с мозгами начнут куда-то уезжать в латинскую америку вполне возможно в ту же самую африку я не удивлюсь что если европа придет в упадок благодаря такой инъекции генетической потому что сами понимаете что в основном я вижу едут в основном мужчины мужчинам нужно там да и работать и еще что то делать и от мужчин тоже рождаются дети да вот то европа конечно совсем станет не какая вот еще статейка на той же стране что исламские прибыши исламские короче которые приезжают Франция тоже приняла решение принимать нелегальных эмигрантов ну в общем по европе полная паранойя полная тоска будем смотреть как это развивается естественно социальная напряженность будет расти и я думаю что даже то что европа переварит всех этих пришельцев вот но нашему народу будет конечно не сладко как я уже зачитывал другие статьи что те кто приезжают в эмиграцию допустим немцы с казахстана да у них меньше прав чем у тех которые приезжают а по моим наблюдениям допустим по великобритании когда здесь румыния еще не разрешалось легально въезжать сюда заезжали сюда заехало свыше 200 тысяч цыган есть места в которых их довольно много естественно люди рождают рождаются дети в семьях их дети становятся автоматически британцами имеют совсем другие права чем их не родители то есть но в любом случае вся такая ситуация непредсказуемости она приведет к своим трагическим последствиям и проседанию уровня социальной жизни во всей Европе с вами был константин перевода канал конпери смотрите за моими репортажами подписывайтесь на канал кому то что то нравится кому то не нравится задавайте вопросы всегда рад осветить то что я вижу потому что у нас есть больше всего вышел билет а мы